Сегодня вечером в Чапаевске прогремела серия мощных взрывов. ЧП произошло на опытном заводе измерительных приборов. Он находится на подъезде к самому городу. Рядом поселок Нагорный, в жилых домах и в школе выбило окна. Жители сразу же начали покидать квартиры и выходить на трассу. Там их ждали машины, скорой, полиция, спасатели. От осколков загорелись близлежащие поля. Порывы ветра способствовали сильному задымлению Новокуйбышевска и южных районов Самары. Перекрыта федеральная трасса Самара-Волгоград, а также все подъезды к Чапаевску. По последней информации стало известно, что глава Чапаевска Дмитрий Блынский заявил о начале эвакуации поселка Нагорный, где проживает 6,5 тысяч человек. Мы сейчас объявили эвакуацию, вывозим людей. Те, кто близко к очагу возгорания и взрывов, мы вывозим людей. Отсюда вывозим. Машины есть, места, куда разместить людей есть. Газелями вывезем. Скажите, а где будут размещены люди, которые пешком ушли и сами? Значит, все, кто пожелает. Есть у нас гостиница, есть общежитие, есть два спортзала. Сейчас комиссия, эвакуационная комиссия, которая располагает количеством мест в гостинице, в общежитии. Они эту информацию владеют. И вот газели, которые подходят, они забирают людей и везут туда, куда, так сказать, они поживают. По последним данным, в поселке Нагорном, где 6,5 тысяч жителей, много пострадавших. Известно об одном госпитализированном жителе Чапаевска и троих жителях Новокуйбышевска. А вот им сообщают в региональном центре медицины катастроф. Точное количество пострадавших пока неизвестно. В сторону Самары мы поехали с мужиком. Взрыв, такой сильный взрыв. И нас даже выкинул с асфальта, с трассы. И хорошо, что мы живы. Вот, смотрите. А что это? Ну, а снаряды, я не знаю, что. Вся машина, смотрите. В эпицентре событий сегодня оказалась наш корреспондент Марина Баркова. Она у нас в студии, готова поделиться впечатлениями от увиденного. Да, здравствуйте, Татьяна. Мы в это время находились в Новокуйбышевске. Мы брали интервью у спортсменов на стадионе «Луч». Услышали хлопок, как будто бы прогремел гром. Был сильный ветер, и небо было затянуто тучами, поэтому мы подумали, что началась гроза. Ну, прямо передо мной всплыло огромное облако черного дыма. Потом в течение нескольких минут была тишина. Мы услышали только, как проехали машины, и буквально уже минут через 5-7 раздались новые взрывы, и они продолжались в течение часа, пока мы там находились. И нам удалось как раз снять, как встречать жителей, которые шли по трассе прямо из поселка с маленькими детьми. Они выходили из домов в том, в чем были. То есть они успевали взять с собой минимум вещей, может быть, сумку с документами, и все, пожалуй, все.